Аломи Продуксионес представляет В фильме «Буря страстей» А также Ванесса Теркес По роману Лусии Иролиты Авторы сценария Хорхе Чернов, Сильвана Агирре, Рейнальда Аренас и другие Художественный редактор Жан-Карло Порше Композитор Кристиан Монтой Оператор Жан-Карло Пас Продюсер и режиссер Джимми Артеага Я был идиотом Исабель не простит меня Я не хотел услышать, что она меня любит Теперь ты все знаешь и сможешь все исправить Я позвоню ей Лучше попросите ее приехать Я с ней свяжусь Сначала нам надо покончить с одним делом Каким? Я хочу расставить все точки над «и» с Пядро Я поеду к нему Это лишнее Я и сам хочу все выяснить Роза, что с тобой? Что это с ней? Я нашла ее на полу, она едва дышит А пульс есть? Я вызову скорую Нет времени Мы сами Ничто уже не спасет ее От смерти Так ты уже выяснил правду? Я отец близнецов И я запрещаю тебе на пушечный выстрел приближаться к моим родным Это наша последняя встреча Ты проиграл Ошибаешься Я никогда не проигрываю Первым делом вы вернете мне мои деньги Вы летали в Швейцарию? Где моя часть наследства? Забудь об этом Мои родители все завещали нам с братом Тебе ровным счетом ничего не присчитается Это последнее предупреждение Деньги все равно достанутся мне А твоя проклятая семейка исчезнет с лица земли Я лично всех вас прикончу До встречи Сынок Похоже, он говорил серьезно Не бойся, все обойдется Мы должны придумать, как нам обезопаситься Его угрозы не пустышки Ты подменил результаты экспертизы? Успокойся Ты поверила этому вралю? Каждое его слово ложь Я тут ни при чем Но он показал на тебя Конечно Из мести Я победил, ты выбрала меня, а не его Я бесконечно презираю Маурисио Миранду Но на этот раз я ему верю Он уже показал, на что способен Он убил моего отца А ты на его стороне Я пытаюсь во всем разобраться Из-за этой фальшивки Альберто чуть не погиб И моя жизнь превратилась в сплошной кошмар И только ты оказался в выигрыше Это был не я Думай, что хочешь Если окажется, что Маурисио сказал правду Я прокляну тебя Возненавижу так, как никого и никогда прежде Ты серьезно? Ты правда любишь меня? В нашу последнюю встречу Ты меня прогнал Я не хотел причинять тебе боль Боялся, что вновь потеряю тебя из-за болезни Но случилось чудо Ты поправишься Скоро этот ужас останется позади Что случилось? Я был в кабинете у... Не надо Забудь о нем Он этого не стоит Тебя привезли сюда на скорой Альберто Вернулся и стал твоим донором Да, я помню Я видел его сквозь сон Исабель все рассказала ему И он не стал мешкать Я могу увидеть его И сказать спасибо На это еще будет время А сейчас тебе нужно отдыхать Врач сказал, что процесс восстановления идет нормально Я скоро поправлюсь Да Даю слово Я больше никогда тебя не отпущу Вы здесь? Я категорически запретил ему принимать гостей Простите меня, доктор Но понимаете, я не смогла сдержаться Я все понимаю Говорят, что любовь творит чудеса Но сейчас ему показан полный покой Я знаю Простите Вынужден просить вас удалиться У нас осмотр Я буду рядом Простите Фернандо Врачи уверяют, что все прошло успешно Я рада за близнецов, но У нас новая беда Какая? Роза Она упала в обморок Роза? Почему? Я нашла ее на полу Без сознания Почти бездыханной Мы еле-еле ее довезли Лишь бы не случилось худшего Ну что? У Розы тяжелейшее отравление Ей сделали промывание Обнаружили яд Что? Роза пыталась покончить с собой Для такого нужны веские причины Пока что ничего не известно Она очнется И все расскажет Из-за решетки ему не просто будет причинить нам зло Мы можем об этом только мечтать В Сан-Хулиане я расследовал дело о контрабанде Он в этом замешан По самые уши Он и Миранда Торгуют контрабандными бриллиантами Значит, у этих двоих общие дела? Поэтому Педро и приказал меня убить Из страха, что я опубликую результаты расследования Эта информация приведет их на скамью подсудимых У тебя есть улики? Да, у меня все тщательно записано Все доказано Наконец-то мы от них избавимся Можно? Входите, доктор Как мой сын ему лучше? Я как раз от него Он молодец, но о выписке думать рано А вот наш герой хоть сегодня может отправляться домой Хоть одна радостная весть Когда мы увидим Герардо? Вы нам позволите, доктор Ладно Но недолго Прошу Прости Ага Вот где прячется сестричка моего босса Шеф захочет с ними пообщаться Выяснить, куда За неделю бриллианты За меня За мое успешное избавление от лишних ушей Роза уже на том свете Педро будет носить меня на руках, когда узнает Вот на что способна влюбленная женщина Ради избранника Любовь моя, я тебя поджидаю Отвали, пьянчуга Я не до тебя Тебя порадует мой рассказ Говори Помнишь, я когда-то предупреждала тебя, что служанка для нас опасна Она знала правду о той ночи, когда я выпала из окна Ну, и что? Нам больше не о чем беспокоиться Ты опять нажралась? Эта дурочка замолчала навеки Я ее отравила Что? Вы родственники сеньориты Розы Чавес Ее семья живет в провинции Она работает на меня, а я за нее отвечаю Она очнулась? Мы вовремя сделали ей промывание Еще чуть-чуть, и ее бы не спасли Что вы обнаружили? Сильнейший крысиный яд А можно к ней? Конечно, но только кто-то один Спасибо, доктор, я ненадолго Нет, нет, лучше я Ладно Алкоголичка Как тебе такое в голову пришло? Я старалась ради тебя Она могла здорово попортить тебе кровь За что? За твою тупость От тебя одни проблемы С каких это пор ты принимаешь решения? Я пыталась Тебе помочь И напрасно У меня на хвосте полиция А ты Даешь им повод Не переживай Роза лежит в морге Она не опасна Ты думаешь, что полицейских не заинтересуют причиной смерти? Отвечай Если из-за тебя У меня возникнут проблемы Тебе не жить, пропойца Нет Не бей меня Не убивай Я тебя умоляю Дура Алло Да, Панчо Что? Где ты? Скоро буду Мы еще вернемся к этому разговору Готовься Как ты? Ничего У меня слабость, но меня поддерживает Любовь Кристины Я так и не успел сказать вам спасибо за заботу Мой брат пожертвовал собой Ради меня Он спас мне жизнь У Альберта золотое сердце Он еще плохо тебя знает, но любит как брата, с которым прожита вся жизнь Мы тоже любим тебя, хоть и недавно тебя узнали Да, Герардо Мы тебя любим Хотим быть с тобой Заботиться о тебе Защищать Как родного сына Да, я твой отец О чем вы? Мы с Педро Дель Кастильо сдавали кровь на сравнительный анализ ДНК Лусила говорила правду Так что прими нас как родителей Я не хочу вас обижать, но Мои родители Альфредо и София Они вырастили меня в любви и заботе Мне потребуется время, чтобы привыкнуть И в будущем мы наверняка заживем как большая дружная семья Роза Как ты? Уже лучше Спасибо Что случилось? Я ничего не помню Врачи говорят, ты приняла крысинный яд У тебя неприятности? Зачем ты так? Ты пыталась? Нет Нет, нет Видит Бог Это большой грех Я просто вдруг почувствовала боль И упала, так и не доев конфет, что мне подарила сеньора Инесс Инесс? Тебе стало плохо после того, как ты поела конфет? Да Да, клянусь Значит, Инесс пыталась тебя отравить? Да, сеньор Что ты ей сделала? Ничего Ничего Даю слово Тише, тише Я тебе верю Что тебя тревожит? Герардо уже значительно лучше, так что мы можем только порадоваться Да, мне уже сообщили, я очень рад за Герардо Но меня мучает мысль о замужестве Исабель Свадьба по принуждению Исабель мне призналась, что не любит мужа Педро заставил ее принять предложение Да? С каких пор вы с ней подружились? Исабель замечательная девушка Пока я болела, она от меня не отходила Ей много пришлось выстрадать Она его не любит Я не знаю Столько всего произошло Я запутался Альберто все можно преодолеть Проблемы, непонимания, заблуждения Если жива любовь Прости меня за назойливость Ты любишь Исабель Я так и не смог ее забыть Что делать? У тебя один выход Поговори с ней Я не знаю, получится ли Сделай шаг вперед, а не то ты ее потеряешь Ты жив... Ты здесь Я знала, что ты живой Осторожней Помогите мне Они меня убьют Мне страшно Ты должна все мне рассказать За что Инесс на тебя ополчилась? За что хотела тебя отравить? Я все расскажу Но дайте слово, что со мной ничего не случится Я сам о тебе позабочусь Я знаю тайну сеньора Инесс И она хочет заставить Меня замолчать навсегда Она меня боится Сеньора Инесс здорова Я знал Сесилия меня предупреждала А я... Это не все Вовсе не Сесилия вытолкнула сеньора Инесс из окна Это был сеньор Педро Вот так Я на ногах не стою Я тоже до смерти устала Вот где прячутся предатели Валерия? Как ты нас нашел? Не ваше дело Где вы прячете мои бриллианты? Бриллианты? О чем ты говоришь? Не испытывай мое терпение Говори, или вы оба подохнете Живо Я один виноват Я ее заставил Молчать Ты всегда меня радовала Была послушной и верной сестрой А кем ты стала? Предательницей Я была глуха Предпочитала не слышать, что о тебе говорили в Сан-Хулиане Пока на своем опыте не убедилась, что ты убийца На место После того, как ты приказал убить сына Я не удивляюсь, что ты бьешь женщин Нет у меня сыновей Неужели? Педро Дель Кастильо обманули? Ты всю жизнь разыскивал чужих детей У меня дочь, Исабель А остальные? Остальные от тебя отреклись Верно? Стоять! Где мои бриллианты? Где мои камушки? Тебе до них не добраться Вот так Отвечай, если хочешь жить Патрон, тут есть кое-что? Где остальное? Не твое дело Да неужели? Панчо, вытяни у этого придурка признание Только не здесь Нет А ну, шагай Нет, Симон Шагай давай, шевели ногами Ну же Давай, давай А с тобой Нам предстоит долгий разговор Когда твой брат вернулся, я приняла его за тебя Урсула решила, что я потеряла рассудок И в чем-то была права Но ты здесь, ты живой Он еще очень слаб Я боялась, что потеряла тебя навсегда Ему нужно отдохнуть Да-да, я буду о тебе заботиться Нас ждет счастье Мы снова будем вместе Адриана, прости, но у нас ничего не выйдет Но почему? Из-за Исабель? Из-за нее? Она поставила тебя под удар Она носит ребенка Феликса А ты до сих пор ее ждешь? Речь о тебе и обо мне Верно? У нас появилась возможность Начать все сначала Адриана, хватит У меня Свои планы на будущее Я хочу быть один Совсем один Это так трудно понять? Простите, что не позвонила Но Герардо едва не умер Едва не умер? Разве он еще? Нет Это долгая история Он вернулся И узнал, что болен лейкемией Лейкемией? Да Его спасло только то, что его брат стал его донором Слава Богу Бедная наша Лусила Она только что обрела детей И снова чуть не потеряла их Ты вернешься к нему? Да, мы простили друг друга И постараемся Не повторять прежних ошибок Ты уверена, что в нем твое счастье? Да Мне нужен только он Да, это Бог Я об одном прошу Навести Антонио Он тебя очень любит И порадуется твоему счастью Мой папа Как он? У него опустились руки Он потерял надежду У нас нет адвоката Для защиты Но если ты Его навестишь Он воспрянет духом Не переживай, мама Обещаю Я вытащу его из тюрьмы Мы что-нибудь придумаем Не сомневайся Не может быть Какой кошмар Но зачем Педро выбрасывать Инесс из окна? Роза уверяет, что в ту ночь они остались дома вдвоем Почему она молчала? Потому что Инесс запретила рассказывать нам Даже пригрозила ей Сесилия говорила правду А мы не верили Бедная Вот почему она постоянно была так взвинчена Инесс мне за все заплатит За все наше мытарство Успокойся Не поддавайся эмоциям Мы должны тщательно продумать каждый шаг Это правильно Хватит делать глупости Надо все хорошо просчитать Где остальные камни? Иди к черту Если не ответишь, отправишься к нему раньше меня Я давно мечтаю тебя прибить Вы с дружком обвели меня вокруг пальца Выдав себя за инженеров Говори Я жду Постой Погоди Подожди Дай мне хоть немного отдышаться Хоть минуту Говори Постой, Панчо Ты всерьез Меня убьешь? Признавайся, если хочешь жить Ты меня убьешь, Панчо? Не ври Ты же боишься мертвецов Убей меня А я вернусь И отомщу Где бриллианты? Я жду Я жду Ничего я тебе Не скажу Понял? Бриллианты У тебя Нет У меня только Пустышки Зачем тебе это? Зачем? Ради босса? Так Педро Недолго осталось Его подельники Не оставят его В живых Нет Не подельники Я сам это сделаю Я давно Жду повод Жду первую возможность И не промахнусь Чао, босс А пока этот миг не настал Я его верный слуга Где ты прячешь бриллианты? Где? Я жду ответа Мне интересно, кто напал на Педро той ночью Я нисколько не сомневаюсь в том, что это был Панчо Жалко, что мы не сможем это доказать До суда осталось три дня И, скорее всего, это преступление повесят на тебя Это не важно Кристина жива и здорова Бери ее Уезжайте подальше отсюда Нет, Антонио И не проси К тому же, Кристина не просит Герарда Герарда Лопесарнау? Он вернулся? Что за напасть? Ты любишь этого идиота? Что на тебя нашло? Влюбиться в нищего Тебя это не касается Это сугубо мое дело Я предпочту честного нищего А не маньяка-богача Не будь дурой Я ожидал от тебя большего Ладно, отвечай, где бриллианты И покончим с этим Мне надо было сто лет назад от тебя избавиться Это не твои бриллианты, Педро Они принадлежат жителям Сан-Хулиана Понял? Понял Твоя жадность выдает в тебе мою кровь Ты опять ошибаешься Эти деньги пойдут не мне А обворованным тобой людям Не будь идиоткой Приди в себя Если ты скажешь, где камни Я тебя не трону И отпустишь Симона? Вот еще Его часы сочтены Лучше подумай о себе Нет, Педро, отпусти его Сентиментальная дура Я подумаю Что с тобой делать? Посиди тут, охолонись Я еще вернусь Мерзавец Ты все слышала? Я его люблю, а он мне грубит Детка, не надо так волноваться Дай ему время На него столько всего свалилось за последнее время Что впору его пожалеть Не дави на него Он даже в больнице думает об Исабель Я этого не позволю Адриана Альберто тебе объяснил, что ему не до Исабель Но и не до тебя Так что ты ничего ему не запретишь Он предпочел эту... Я очень тебя люблю Но даже если мой внук решит остаться Тебе это никак не поможет Никак Нет уж Я люблю его И никому его не отдам Ясно? Лусила, сейчас не время для подобных просьб Но мне без вас не обойтись Только скажи Мой папа сейчас Сидит в тюрьме За преступление, которого не совершал Через три дня будет суд А у нас нет денег на адвоката Можешь не продолжать Многие из тех, кто пытался мне помочь, пострадали от Педро И твоя семья не исключение Я вам бесконечно благодарна И я уже обо всем договорилась с Карлоттой Правда? Огромное спасибо Я верну вам долг Даже не думай Это самое малое, что я могу для вас сделать Нет, Руфина Наш дом в Сан-Хулиане И мы хотим вернуться на нашу землю Но там вы никогда не будете чувствовать себя в безопасности Нет Пока там Всем заправляет Педро дель Кастильо Это земли моего деда Мы их не отдадим Как ты их защитишь? Возьмешь оружие, чтобы оказаться там же, где и Антонио Карлотта останется одна? Нет, Руфина Но я должен найти бумаги о собственности на землю Мануэль, твой отец уверяет, что их не существует Даже Карлотта их в глаза не видела Хватит тебе грезить о невозможном Вы с семьей неплохо устроитесь здесь Нет, Руфина Я докажу свою правоту И то, что мой дед погиб не зря Я его не предам Он не оставил ее в покое? Кристина уже не ребенок И она не дурочка Ты бы видел, как она счастлива На этот раз все будет иначе, поверь Я ему ни на грош не верю Тогда поверь Кристине Она многому научилась Карлотта, открой глаза Кристина должна его бросить Я не могу ее заставить Кристина тебе непокорная кукла, она человек К тому же, она нужна Герардо, он болен Пусть хоть сдохнет Антонио, как ты можешь так говорить? Он обидел мою дочку И должен за это заплатить Попроси Кристину приехать Мне нужно с ней поговорить Я ее заставлю Да? Тогда я ей ничего не скажу Антонио, ты подмял меня под себя Но я не позволю тебе сделать то же и с Кристиной По праву ее матери Все хорошо? Да, папа Сегодня Феликс хоронит Гильермо Я представляю, каково ему приходится Знаешь Если честно То Гильермо убили Убили? Да Похоже Маурисио свел с ним счеты Что происходит? Педро преступник Феликс и Маурисио его подельники Мне очень страшно Бедняжка Тяжело тебе пришлось Исабель Но это еще не все Что еще? Твоя мать Опять ты? Когда ты оставишь меня в покое? Прими мои соболезнования Какая наглость Будь ты проклят Не дерзи меня Не то составишь компанию своему папаше Тебе надоело? Твоя подлая жизнь Я же просил Не играть со мной Твое предательство Тебе дорого встанет Ты отнял у меня все Чем я дорожил Наказание за измену И худшее еще впереди Истеричка Когда ты успела это придумать Ты каждый день пьяна Я пыталась Тебе помочь Помочь? Ты натравила на меня полицию Дала им повод для подозрений Дура Если они выяснят Кто ее отравил? Ты просил разобраться Я подумала Не надо тебе думать Предупреждаю Если история получит продолжение Ты покойница Карлота Карлота Я растил ее, как свою дочь И не желаю ей зла Тогда примирись с тем Что Кристина любит Герардо А он, слава Богу, любит ее Что тебе мешает? Хватит, Антонио У тебя скоро суд А ты думаешь, неизвестно о чем Опомнись Если меня осудят Вам незачем тут оставаться Уезжайте подальше Где вам не будут мешать типы Вроде Лопеса Арнау Антонио Нет, нет, Карлота Я хочу уберечь дочь От новой боли А тебе На нее Наплевать Неужели мама на это способна? Роса призналась Фабиану Мама пыталась убить Розу Отправила дочь в сумасшедший дом Ты убедилась, что Сесилия во всем была права А мы Мы немедленно поедем за ней Она нас знать не желает Она всегда была к нам врачей А после того, как мы ее обвинили Папа, мы все равно должны ее выручить Она бы на нашем месте поступила так же Ей здорово досталось Пережить предательство матери Пора с этим покончить Маме придется за это ответить Папа, мы не можем там оставаться Нам всем грозит опасность Тебе, мне, моему ребенку Мы уедем оттуда Но сначала все выясним У меня много вопросов к Инесс Ей придется ответить Алло Синьора Инесс Я жива Вы слышите? Да Ты меня расстроила Зря ты не сдохла Зачем вы так со мной? Чтобы ты держала рот на замке Но теперь у меня есть причины Все рассказать Да кто тебе поверит? Я лишь хочу знать За что Вы пытались Меня убить За то, что ты болтушка Это предупреждение Запомни хорошенько Никто не должен знать Что из окна меня выбросил Педро Ты слышишь? Прекрасно слышу Проболтайся И ты пожалеешь Что не сдохла раньше Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин